Автослесарь, сборщик мебели, водитель, предприниматель. У этих разных по профессии людей есть одно общее – любовь к велосипедам. Ребята – активисты клуба «Велотверь». Он объединил около сотни единомышленников. Одной из главных составляющих клуба является организация велопоходов как на дальние расстояния выходные, так и на пару часов вечерком. Президент клуба Ольга Донского отметила, что наш город трудно назвать благоприятным и дружественным для любителей безмоторных байков. Инфраструктуры как таковой нет и кататься особо негде. Даже не знаем как. Уже много лет боремся, бьемся, но власть меняется, а проблемы стоят. Есть хорошая велодорожка на Петербургском шоссе, которая тянется от перинатального центра до Ленинградской заставы. Также в 2016 году появилась велодорожка на улице Вакжаново. На этом все. К тому же эти велодорожки не имеют съездов и заездов. По сути, годятся только, чтобы кататься на них туда-сюда. Ни на какую улицу не ведут, съездов на дорогу нет и как участок инфраструктуры их можно не рассматривать. А ведь несколько лет назад власти планировали опутать сетью велосипедных дорожек весь город. Они должны были соединить в единый маршрут все районы Твери. Для этого предполагалось задействовать широкие тротуары на основных транспортных магистралях. Тверской проспект, проспекты Чайковского и Победы, улицы Коминтерна, Рженикидзе, набережная реки Лазури. Там должны были произвести частичный ремонт с расширением, нанесением разметки и установкой дорожных знаков и ограждений. Да только ВОЗ и ныне там. Самое назойливое неудобство для тверских велосипедистов – это бордюры, которые переехать не каждый сможет. В постоянные светофоры, из-за которых невозможно набрать скорость, приходится часто спрыгивать с коня и двигаться пешком, ведя велосипед в руках. Как считает веломарафонец Илья Зубков, нашему городу необходимо комплексное развитие велодвижения. Только тогда для любителей безмоторных байков наконец-то загорится зеленый свет. В феврале 2018 года Илья Зубков пересек на велосипеде Байкал. В общей сложности он проехал по замерзшему озеру 550 километров. По словам экстремала, велосипеды берегут жизнь и здоровье. Они помогают сделать дорожное движение безопаснее и становятся полезной физической нагрузкой. Поэтому, развивая велоинфраструктуру в городе, власти убивают сразу несколько зайцев. В Петербурге и Краснодаре, например, еще 7 лет назад задумались об этом. Также Москва является самым обустроенным для велосипедистов городом в стране. Есть попытки городских властей сделать велодорожки. В частности, мы это приказуем, это улица Вакжаново и Санкт-Петербургское шоссе. Безусловно, огромное им спасибо за это начинание. Но хотелось бы, чтобы эти начинания расползались по городу своей сетью этих велодорожек. Для того, чтобы все-таки наши дети уже культуру усваивали велодвижение. И могли взаимодействовать с участниками автодвижения. И, соответственно, правильно расставляли катафоты, правильно светящиеся элементы, правильно могли на пешеходных переходах спешиваться и переходить. Нужно эту сеть развивать однозначно. В Европе велосипеды уже давно успешно конкурируют с автомобилями. Они помогают сэкономить время и деньги, экологичны по сути и приносят массу удовольствия. Европейцы ездят на велосипедах на работы, учебу, в магазины. По рабочим вопросам ездили по организации выставок в Нидерландах и в Германии. И приезжая в любой город, мы не пользовались ни общественным транспортом, ни автомобильным транспортом. Мы передвигались и в костюмах, и спокойно с дипломатами даже на велотранспорте. Арендовали велосипеды и могли в любую точку города попасть на велосипедах. Там 90% населения ездит на велосипедах, потому что, судя по парковкам, велосипедам, которые не только одноэтажные, они там многоэтажные. Как у нас автомобильные многоэтажные парковки, у них там велосипедные парковки. И возле ЖД вокзалов, и возле пешеходных зон, и возле университетов. Ну, у одной семьи может быть до 10 велосипедов. Ну, семья средняя там 4-4 человека. По мнению Ильи Зубкова, центральный район Твери является самым неблагоприятным для велосипедистов. Все обочины там забиты машинами. Велосипедистам приходится уходить на тротуар, а там возмущенные пешеходы. В итоге, из-за отсутствия нормальной инфраструктуры, они находятся между двух огней. По словам основателей и автора паблика ВКонтакте, подслушанного водителя Тверь Дениса Мигачева, автомобилисты, в общем, хорошо относятся к велосипедистам. Однако любители двухколесного транспорта не всегда ведут себя хорошо на дорогах. Денис Мигачев назвал наиболее частые нарушения велосипедистов. Ну, самое, наверное, топовое нарушение у велосипедистов – это проезд пешеходного перехода. Это прям болячка, потому что, наверное, 9 из 10 велосипедистов не знают, что на пешеходном переходе нужно спешиваться и переходить. Ну, все едут как будто, ну, как по дороге. Вот, хотя, ну, по правилам они обязаны спешиваться. Вот, это, ну, самое такое топовое нарушение. Ну, и есть велосипедисты, которые занимают дальние ряды, мешают потоку, хотя должны они ехать по, ну, максимально ближе к правой обочине. Велосипедисты являются полноценными участниками дорожного движения, поэтому на них большая ответственность – ездить по правилам и сообщать другим участникам о своих намерениях. По мнению члена клуба «Вело Тверь» Ольги Дувановой, причина такого бескультурья заключается в том, что в России не обучают правильному поведению и вождению велосипеда в неприспособленных городских условиях. В Европе, например, с юных лет учат ездить на велосипеде. В последние несколько лет в городе появилось немало велопарковок, но их числов все еще недостаточно для тверских любителей велоспорта. В 2014 году в Твери была создана рабочая группа по разработке концепции развития велодвижения, но сейчас она неактивна. Несмотря на все трудности, поклонники бюджетного и экологически чистого транспорта продолжают передвигаться по Твери на своих байках. Но все же, если хотите покататься в свое удовольствие, лучше выбраться за город.